Свои первые действительно большие деньги я заработал еще в школьные годы. Не помню, какой это был год, но если приблизительно, то где-то 1986-1989. Хорошее было время. В нашем доме появился замечательный ларек. В центре моего города появился небольшой киоск, в котором торговали необычным на то время товаром. А именно, цветными фотографиями с изображениями различных рок-групп. Фотографии были размером 6 на 9 сантиметров, для того, чтобы вставлять в подкассетник и стоили 60 копеек. Я как раз тогда слушал днями и ночами AC, DC, Accept, Iron Medion и так далее, поэтому очень быстро накупил кучу таких фоток. У меня, как и у всякого подростка из того времени, вся стена была обклеена разными плакатами, вырезками из журналов с моими любимыми исполнителями. И поэтому я как-то подумал, а почему бы не перефотографировать эти маленькие фотки и не сделать себе на стенку фотографии побольше. Пусть даже и черно-белые. Для меня это было нетрудно, я увлекался фотографированием, а у моего отца был зенит и к нему набор колец. Если кто не знает, то эти кольца накручивались на фотоаппарат перед объективом и после этого можно было делать снимки с очень маленького расстояния. Начало бизнеса. В общем, напечатал я для себя фоток форматом 18 на 24 сантиметра и принес похвастаться в школу. Конечно же, всем понравилось мое творчество, а один из ребят вдруг спросил, это ты купил на стекляшке? Это на местном рынке было такое место, где можно было купить много чего интересного. А ответил, что не покупал, а напечатал сам. А, а я покупал там такие фотки по руб 20, сказал мой одноклассник. Не знаю, как так получилось, но я ему вдруг ответил, ну давай я тебе продам то, что понравится по рублю. Одноклассник согласился и купил у меня одну фотку. А на следующей перемене второй приятель купил еще одну фотографию. Слух о том, что я продаю классные фотки, разлетелся по школе и уже через неделю у меня была куча постоянных покупателей. Фотки 13 на 18 я продавал по 50 копеек, а 18 на 24 по рублю. Эксклюзивности мне придавал еще тот факт, что дома у меня был десяток журналов Metal Hammer, которые мне подарил один мой родственник, моряк. Поэтому фотки у меня были даже такие, которых не было в ларьках. Окончание трудовой деятельности. Итогом всей моей школьной предпринимательской деятельности стал вызов родителей к директору и обещаниям, что меня выпрут из школы, если такое еще раз повторится. Большую часть заработанных денег я отдал матери, получил чисто символического ремня и закончил свой фото-бизнес. А, забыл сказать, заработал я тогда чистыми около 900 рублей, это были огромные деньги, почти 7 зарплат моей матери, работающей на фабрике, звездочка, звездочка, звездочка. Спасибо за внимание. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, нажмите лайк, палец вверх. Ну и подписывайтесь на канал «Базарный дядька», чтобы не пропустить новые интересные и поучительные истории из моего опыта и из жизни других торговцев. Спасибо. 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 Спасибо.